привет друзья посылка из москвы с деком вот зарекался не покупать что-либо а тем более нажив поддавшись эмоциям но я бы наверное не купил но здесь барахолка от ети данил ети прикольные барахолки хоть и длинные видео но смотрю периодически пару раз даже делал запросы на какие-то ножи но постоянно опаздывал потому что частенько бывает что цены хорошие люди быстро я видео смотрю намного позже после того как они выходят и сразу доставка еще с дек я постоянно в москву отправляю посылки 210 до 250 рублей максимум зависимости от веса здесь 660 рублей что так дорого тарифы типа в москву дешевле а из москвы дороже говорю кому-то в москве люди богаче и им дороже должно быть но плачу то я за доставку qsp better knife better life интересно коробочка такая интересная так вот на этот нож я смотрел смотрел давненько но что-то как бы вообще у меня хватает ножей мне даже те что у меня есть не их много хочется и этот поносить этот поносить но у меня их много поэтому новых ножей как бы мне не особо то нужно когда что-то хочется периодически что новое интересное я думаю ну зачем у меня есть подобный нож подобный форм-фактор поэтому обычно ножи не покупаю давненько уже ну вот купил поддельный экстрема он такой маленький ладно не будет отдельное видео а здесь и данила эти новая китайская фирма наживая киос пи и и вроде интересный нож вернее он интересен тем что он прям очень-очень обычный я люблю ножи или прям очень необычный прям чтобы что-то прям и такая либо наоборот очень обычные вот самые что ни на есть чем проще тем лучше и вот этот нож как раз из того разряда что чем проще тем лучше и я бы наверно не купил его я посмотрел обзор на него у данилы эти такой подумал дублин прикольный нож сходил посмотрел ценник что-то он не помню сколько стоил но я решил что недорого то есть это как бы вроде как супер бюджет по данным меркам но думаю есть у меня что-то подобное не особо и надо а тут на барахолке смотрю продает 2000 ну 2000 надо брать наверное раз все-таки хотел этот нож надо брать и и взял и купил а тут еще доставка 650 и короче а потом посмотрел он стоит в магазине 2400 и он обошелся мне с доставкой дороже чем в магазине ну ладно неважно хотя из магазина тоже бы доставка наверно было наклеечки и спи с волком прикольно как вы видите это нож парад то есть попугай вот его все характеристики 82 миллиметра длина клинка 102 рукоять на клинке d2 шпенек ну прикольно то такие штучки ну здесь не написано но микарта микарта такая красно кирпичная или лососевый этот цвет но прикольно не сказать что он прям 82 миллиметра но это такой предельный как бы я такие ножи наживая называю уже маленький вот это вот не маленький нож это вообще не нож это я бы сказал брелок здесь 55 длины клинка это прям уже не нож хотя для большинства и здесь и задач пойдет а вот этот еще полноценный нож как полноценный нож но маленький нож все что меньше 80 но здесь 82 но учитывая шпенек режущие кромки будет чуть меньше больше 85 рк это уже средний больше 90 полноразмерный нормальный нож что попробуем открыть да обычно ну бывает что по фотографиям или по видео немножко не совсем понятно что это за нож здесь здесь все все так как есть вот если были лайнеры у него скрытые это было бы бомба почему я еще взял его потому что данила его разбирал у китайцы все равно качество слегка хромает от изделия к изделию по сборке и так далее что слышал что именно на этой модели бывает или механика что-то или еще что-то не так но почему я взял именно этот нож потому что данила сказал что с ним все идеально он его разбирал перебрал собрал и все встала по центров очки идеально по механике тоже и последние все ножи китайские но они из d2 обычно но они на на подшипниках и подшипники мне уже поднадоели а здесь вот шайбы причем шайбы сэндвич из шайб латунь и фторопласт ну может латуни бронзы или какой-нибудь другой цвет мет пуляет шпинька классно сумею я спайди флипом открыть надо приноровиться нет хотя данила как-то открывал его спайди флипом но упирается вот в этот палец в общем надо приноровиться но механики не стать что у него прям к пушечная большим пальцем со шпинька без проблем как-то ногтем открывают ногтем мне вообще неудобно я подушечкой толкаю так вес вес мне самому интересно простите за грязные весы 81 грамм на 82 миллиметра клинка нормальный нормальное соотношение мне такое нравится понятно что это багаут у багаута лучшее сочетание клинка к весу единственное что меня немножко смущает это клипса ну она хотя бы более менее мягкая потому что вот здесь вот клипсу просто не посадить на карман здесь она мягкая но не глубокая вот думаю как бы можно и другую клипсу от чего-то от ганза присобачить либо эту как-то из загнуть просверлить сверлите скорее всего не буду от ганза попробую что-то поставить клинок такой не тонкий вообще прикольно то есть простая форма спирпойнт сатин который оставляют отпечатки надо 2 конечно лучше бы stone wash был он такой немножко в маслице уже хорошо облегчение кстати внутри нету можно было бы сделать на заводе имею ввиду было пищу лучше но не чувствуется таким там легким учитывая его размер ну такая вы тяжелыми чувствуется такая колобашечка плотный ну резать скорее всего он будет хорошо бреет не очень уверена но бреет вот острый что сказать и мекарта на ручке мекарта я люблю мекарту на складных ножах у меня еще не было не было мекарты и вот мне еще и за ими карты хотелось но она такая как бы здесь убывает как бы синяя джинсово мекарта но не знаю мне вот этот красный синий нож у меня есть а вот таких вот красно-кирпичных еще нет прикольно прикольно мне нравится так и в брусочек простой клинок спирпойнт спирпойнт последние пару лет я очень люблю то есть вот чтобы кончик по центру выходил и это наверное заметно большинстве последних моих ножей что спирпойнт причем я очень люблю когда спирпойнт он прямо вот не дроп какой-нибудь то есть а именно спирпойнт чтобы прям по центру и это мне прям нравится визуально чтобы кончик не тут сюда был задран не опущен а именно по центру классно опять много наговорил классный нож и спи рекомендую